Приветствую зрителей информационного канала Севастополя, с вами программа в контексте. Фриланс – это свобода от начальника, возможность путешествовать и жить в любом уголке земного шара. Сегодня все больше молодых людей стараются выбрать для себя именно такой способ заработка. О возможностях и подводных камнях удаленного труда мы поговорим сегодня с фрилансером Михаилом Царько. Миша, здравствуй. Здравствуйте. Почему для себя ты выбрал именно такой способ заработка? Ну, дело в том, что я выбрал его в 16 лет, и на тот момент у меня не было выбора практически, да, какой выбор в 16 лет. Я увлекался компьютерами, увлекался программированием и нашел возможность того, что можно в интернете удаленно зарабатывать. А то есть чем ты в частности сейчас занимаешься? Сейчас я занимаюсь созданием сайтов и их продвижением. Вот что лично для тебя дал фриланс? Лично для меня, ну, сейчас уже я сравниваю это с другими людьми, с другими профессиями и понимаю, что он мне дал очень много в плане свободы от начальства, возможности путешествовать, возможности посещать разные страны и возможности хорошо зарабатывать. Вот как ты в основном, получается, как строится твой день, вот в основном, как фрилансера? Раскрой ту страшную тайну, как выглядит день фрилансера? Ну, сейчас уже он выглядит довольно лениво на самом деле. То есть я могу проснуться во сколько захочу, могу делать, что хочу, и при этом все проекты, которые я веду, они стабильно работают. Но к этому нужно прийти, к этому я шел длительное время. И был период, когда я работал строго по рабочему графику, то есть 8 часов в день вставал и строго себя мотивировал, что мне нужно в 9 часов утра сесть и начать работать. Я никуда не выходил, но в плане самодисциплины я занимался каким-то спортом, еще чем-то. А получается, кому не подходит работа фрилансера? Вообще вот никак, табу. Человеку, который не может себя организовать и заставить работать, фриланс не подходит. Ну вот можете привести какие-то примеры? Скажем, мы с вами, когда готовились, сидели там за кулисами, вы рассказывали о том, что ваши друзья, в том числе, они тоже решили взять с вас пример. Друзья, да, много людей ко мне обращалось, просили научить чему-то, да. Но по факту требуется колоссальный объем личной мотивации и, скажем, организаторских способностей по отношению к самому себе дисциплины для того, чтобы быть успешным в этом. Можно, конечно, быть не очень успешным и сразу начать вот работать, скажем, как попало, да, когда попало, когда есть настроение. Но это не приводит к каким-то большим достижениям. Можешь тогда назвать, ну, несколько лайфхаков, скажем так, как хорошо работать, будучи фрилансером? Никак попало. Ну, будучи фрилансером, я могу сказать, для того, чтобы стать грамотным фрилансером, лучше поработать в офисе, иметь такой опыт работы, да, чтобы это повело к вашей структуризации, дисциплине и так далее. Когда будет понимание того, как вообще осуществляется работа в той сфере, которую вы выбрали для того, чтобы работать на фрилансе, можно уже переходить непосредственно на фриланс. А вот как вообще возможно работать дома? Вот я не представляю, что я пришла, села на свой любимый диван, укуталась в любимый плед, достала чай, печеньки и тут мне сказали работай. Как? Ну, согласен, дома тяжело работать, и мне тоже тяжело работать дома. Я периодически хожу в кафешке, там заказываю себе кофе, еще что-нибудь, и хотя люди вокруг ходят, и может быть какие-то, казалось бы, отвлекающие факторы, на самом деле очень удобно работать, если ты один приходишь, и замечательно работается. Ну, дома, согласен, дома тяжело работать. Ну, тоже свои нюансы. Допустим, я оборудовал рабочее место, все как бы сделал как нужно, меня ничто не отвлекает, в принципе, я могу достаточно долго концентрироваться и работать дома. А вообще есть ли у фрилансеров какое-то сообщество, где вы делитесь секретами? То есть мне помогает там не отвлекаться, если я воткну, беру уши в уши или еще что-то. Есть ли сообщество фрилансеров? Ну, возможно, они есть. Нет, они, конечно, есть, но там больше профессиональные какие-то фишки, как там увеличивать доходы, как искать клиентов и так далее. А вот это касается моей организации тайм-менеджмента, если есть желание, то, я думаю, много предложений по различным семинарам, курсам, вебинарам, да, где можно этому научиться тоже. Какие профессии сейчас наиболее востребованы вот на почве фриланса? Ну, мы занимаемся вот созданием сайтов и их продвижением. Это одна из очень наиболее популярных, наверное, профессий. Также очень популярны профессии программистов, дизайнеров, в том числе, это рекламщики, наружная реклама, полиграфия. Это соцсети, ведение соцсетей, это написание различных текстов, копирайтинг. Очень много профессий. Есть профессия также менеджера, удаленного менеджера, да, допустим. Менеджер, но это же человек, который должен находиться на месте, по идее. Не обязательно. Ну, во-первых, что такое фриланс и какие задачи ставятся. Есть гибкие задачи, есть задачи, которые можно вести, не находясь на месте постоянно. То есть какие-то процессы, там, допустим, тоже разработки сайта или мобильного приложения. Не обязательно сидеть дома или в офисе, чтобы этим всем заниматься. Не, понятно, но у тебя же в подчинении, ты же его сам тогда разрабатываешь, у тебя в подчинении не находятся 10-20 человек, а менеджер, он управленец, который должен непосредственно контролировать работу. Ну, это все смежное. На самом деле, одному человеку сейчас уже в нынешних условиях тяжело создать какой-то очень качественный продукт, да, поэтому и фрилансеры, в том числе, они кооприруются так или иначе на каком-то этапе, да. То есть сначала люди начинают работать там комплексно, предлагая какие-то услуги, то что они сами все делают, потом они уже что-то куда-то делегируют и так далее, то есть это все развивается тоже. А вот когда вы ищете заказ, то есть и вот поначалу, есть ли какие-то стоп-сигналы, что вы понимаете, что этот человек-заказчик, он недобросовестный? И вообще вот сталкивались ли с таким на протяжении всего пути творческого? Да, конечно, есть стоп-сигналы, но тут нужно иметь некоторую интуицию уже наработанную, да. Как правило, стоп-сигналом для меня служит желание заказчика заказать дешево, то есть когда заказчик пишет, мне нужно вот это, вот это сделать, ну вот это совсем чуть-чуть, вот совсем чуть-чуть здесь, то есть такое не интересует сразу, вот. Какие еще стоп-сигналы? Мы, допустим, я не работаю сейчас с сайтами, которые, допустим, занимаются рекламой, не знаю, проституток, алкоголя, табака точно так же, да, я от этого отказался, вот. А люди, которые, вот может быть я ошибаюсь, это не является фрилансом, скажем, вот набор текста, то есть ты сидишь, тебе высылают определенное количество, и у меня есть знакомая, которая набрала 100 страниц, как ей прислали, она набрала, в итоге ей не заплатили. Вот таких вот людей как вычислять? Ну, заказчик не заплатил, получается. В первую очередь ошибкой было то, что она начала работать без предоплаты, потому что предоплату нужно брать. Либо мы берем предоплату сразу же, либо фрилансер должен работать через биржи, которые страхуют его, они забирают деньги себе, фиксируют их, и потом отдают после работы. Ну, да, хорошая страховка. А какие подводные камни вообще существуют во фрилансе? Мы вот уже о них немножко поговорили, то есть это недоброкачественные заказчики, неумение организовывать свое время, что еще? Ну, наверное, самый главный факт, неблагоприятные возможные факторы, это все-таки неспособность к самоорганизации. Это основной фактор. Все внешние факторы, они складываются уже в процессе, их можно все разрулить, в принципе. Что может быть? Может быть неправильно ставленное ТЗ, это какой-то крупный проект, допустим. ТЗ, расшифровываем. ТЗ – это текст задания, то есть описание задачи. И потом, когда все вроде бы сделано, возникают спорные ситуации, когда заказчик говорит, а вы должны сделать вот это, вот это и вот это, а фрилансер говорит, что нет, ребята, мы так не договаривались. Вот, поэтому, да, ТЗ – это основа вообще, основа основ. Вот ваш самый долгий проект, сколько вот фрилансер делает определенный проект? Ну, около четырех месяцев бывали такие. Я знаю, что фриланс вам помогает не сидеть на месте и путешествовать. Сколько стран уже успел посетить? Я точно не считал их, около 10-15, наверное. А вот за этот год? За этот год шесть. Какие? Сингапур, Бали, Филиппины, Малайзия, Гонконг и еще что-то, по-моему, не помню. Где-то там. Тоже, получается, это Юго-Восточная Азия, короче, где-то в том районе. Где-то в том районе. Ты путешествуешь на широкую ногу, то есть фриланс тебе это позволяет? Или все-таки есть определенные фишки, которые ты используешь, чтобы не переплачивать за те же самые билеты, отели или, не знаю, где-то, может, не в отеле. Ну, конечно, экономим, потому что, если, допустим, брать Россию, это еще далеко не самая дорогая страна, когда приезжаешь в Сингапур, и там самая дешевая бутылочка воды 0,5 стоит 5 долларов, да, и все цены, скажем, там раза в 3-4 выше, чем в Москве. И ты понимаешь, что нужно как бы экономить. А есть ли какие-то советы, как можно путешествовать дешево? Вот можешь поделиться с твоим опытом в 15 стран как-никак? Путешествовать дешево. Да, можно использовать, очень много способов, на самом деле, путешествовать дешево. Можно использовать каучсерфинг, например. Это ресурс, где можно найти людей, у которых можно бесплатно жить. Да, то есть я, допустим, приезжаю, особенно хорошо где-то в Южной Азии, на Филиппинах очень хорошо работал. Я приезжаю, это как социальная сеть, даю запрос, что, ребята, я приезжаю там в столицу Филиппин, мне нужно где-то остановиться. И мне сами ребята пишут уже местные, что приезжай ко мне. В итоге я выбираю одного из этих, скажем, друзей, кто предложил, и останавливаюсь у него. У него там оказалось кондо, это как смесь отеля с апартаментами. И там классические три звезды, плюс бассейн, тренажерка, и все это бесплатно. И кроме того, он мне показал город, и мы очень неплохо провели время. А есть ли люди недобросовестные? То есть ты приехал, а жить-то негде, а человек-то отказался, вот не было таких случаев? Ну, в каучсерфинге у меня такого не было, но вообще, я думаю, что бывает, конечно. А вот, то есть, ну все, мы разобрались, как можно бронировать себе место, где жить. А что касается билетов, ведь это тоже недешевое удовольствие. Билеты, да, билеты нужно смотреть, есть некоторые фишки, нужно смотреть на сайте, допустим, типа «Скайсканеры» или «Авиаселс». Там находим предложение комплексного по всем авиакомпаниям, выбираем самые дешевые варианты. То есть это, а может быть, есть какие-то определенные дни, определенные месяцы, когда лучше путешествовать? Там зимой, летом, сезон, не сезон? Ну, летом, конечно, дороже билеты в целом, хотя, смотря где, в России они дороже, в Юго-Восточной Азии наоборот, они дешевле. Вот, поэтому все относительно, нужно смотреть индивидуально по маршруту и так далее. В целом, таких фишек, чтобы купить там дешевый билет, не было. Допустим, мне нужно было в этом году, я летел из Москвы в Гонконг, мне нужно было билет купить. Билеты я очень дешево купил 2 января, потому что, ну, я думал, наоборот, будет там маншор, ну, как, все переполнено 2 января. На самом деле нет, наоборот, очень дешевые билеты были. Как заранее ты покупаешь билеты? Ну, по-разному, в целом, может быть, недели за три, за месяц. А вообще фриланс, то есть ты начал им заниматься для того, чтобы путешествовать, или изначально была какая-то другая цель? Нет, я начал им заниматься просто потому, что у меня не было выбора, чем заниматься. У меня появилась возможность зарабатывать именно через интернет, и я начал эту возможность использовать. Хорошо, то есть, ну, когда вот появилась эта цель? Вот сейчас. Тогда тебе было 16, да, может быть, это были игрушки, дорогое оборудование для компьютера, хорошие мониторы, а вот сейчас? То есть, или просто жить в свое удовольствие? Ну, сейчас, на самом деле, я смотрю больше в сторону предпринимательства, бизнеса. Больше это интересно, потому что на фрилансе есть потолок тоже, в который вы упираетесь, и дальше очень тяжело двигаться. То есть, определенный уровень доходов, и даже если это будет Москву, то есть нужно выходить уже, либо это иностранные рынки, там, смотреть Штаты, Европа и так далее, либо это бизнес. Поэтому я в эту сторону смотрю сейчас. То есть, ты планируешь вкладывать деньги, которые ты будешь зарабатывать фрилансом, в какое-то дело определенное? Конечно, да. Или свою компанию именно по разработке сайтов? Ну, на самом деле, у нас уже есть студия в Казахстане, вот. Я сам родом из Казахстана, и там у нас студия есть. И да, сейчас уже немножко другой формат работы. Хорошо, Михаил, спасибо большое за интереснейшую беседу. А напоминаю, что сегодня мы обсуждали тему свободного заработка с фрилансером Михаилом Царько. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok